У нас в гостях Никита Жарский, член молодежного совета при администрации города Луганска. Доброе утро! Доброе утро! Не так давно прошло очень важное событие, мне кажется. Можете меня, конечно, поправить, но мне кажется, что я права. А именно, вы приняли участие во Всероссийском патриотическом форуме. С кем вы принимали участие? Где это конкретно проходило? Когда? Делитесь впечатлениями. Ну, для нас это действительно поистине значимое событие было, так как мы впервые принимали участие, делегация из нашей республики впервые принимала участие в данном форуме, в форуме такого формата. И очень повезло, что дата форума выпала, открытие форума на День России. И для нас это вдвойне символично, так как мы граждане Луганской Народной Республики, да, уже в составе Российской Федерации. Первый наш День России, это очень было символично, было замечательно, потрясающее открытие. Мы также праздновали этот день и на Красной площади, там был концерт, посвященный этому празднику. В целом, конечно же, та делегация, которая поехала от нас, она состояла из молодых людей разных сфер. Я как бы представлял большее высшее образование, так как я работаю в университете имени Владимира Даля. Там были представители студенчества, представители культуры, представители школ, да, которые занимаются непосредственно патриотическим воспитанием. И каждый ехал с определенной целью туда, и цели действительно у нас все выполнены. Для себя я непосредственно познакомился с большим количеством людей, которые занимаются патриотическим воспитанием в Российской Федерации. Мы обменялись контактами, телефонами с субъектами Российской Федерации, да, к нам хотят уже и Карелия нас пригласить в гости, да. И Ямало-Ненецкий округ на свои также мероприятия. Ну, мы также к себе приглашаем, мы, как говорится, радушные люди, мы к себе приглашаем. Ну, ввиду событий мы все понимаем, они говорят, мы подождем, но мы ответным визитом вас также посетим. Говорю, у нас есть что показать, у нас есть замечательный музей, уникальнейший музей молодой гвардии, да, куда можно свозить их, показать. Действительно, там то место, где творилась история. Ну да, и трагично, в принципе, и очень героическо. И героично, и интересно, потому что мы же знаем, что сейчас только Роман Фадеева будут включать в школьную программу. Многие молодые люди не знают, к сожалению, да, или слышали где-то так в рамках каких-то разговоров о молодой гвардии. А мы предлагаем к себе привести их... Углубиться в это. Углубиться и действительно увидеть все воочию. А еще хочется сказать, что я, так как я работаю в сфере высшего образования, и у нас очень много студентов, которые были демобилизованы, да, которые вернулись, и площадки, которые предлагал данный форум, три дня, который длился, как раз подразумевал работу непосредственно обучения, точнее, по работе с участниками специальной военной операции. То есть хорошие очень тоже были тренинги, какие-то секреты рассказывали работы, психологические аспекты, как работать с ребятами, да. Непосредственно мы обменялись контактами со спикерами, которые предлагают помощь в юридическую, медицинскую помощь, если необходима ребят. Мы сейчас как раз у себя в университете тоже запустили клинику Клич, да, чтобы ребята, те, кто нуждаются в помощи, если им необходимо, это обратились к нам, и мы их непосредственно передали этим координаторам. А в целом, вот вообще, вот когда вы поехали, естественно, вы столкнулись с представителями всевозможных там организаций, обменялись контактами, а вот есть ли общее количество участников попробовать назвать? 600 человек, это было очно, свыше миллиона было людей, которые онлайн, то есть была также трансляция, да, онлайн всех трех дней форума и тех площадок, которые ты мог зайти, посмотреть, которые тебе интересны были. Вот, а у нас было 600 человек со всей России, три дня насыщенных, опять же, форум подразумевал как раз и собрать на своей площадке представителей законодательной, исполнительной власти, участников общественных организаций, которые занимаются непосредственно патриотическим воспитанием в России. Но все мы, естественно, конечно, понимаем, что у нас президентам дано задание, да, заняться патриотическим воспитанием, и как раз итогом всего данного мероприятия была разработка предложений в стратегию по патриотическому воспитанию до 2030 года. Ну, по большому счету, вы не первый раз едите на форум, а вот такой масштабный был уже когда-то, либо же были еще масштабнее? Вот попробуйте вспомнить. Я могу вам сказать, что, опять же, работая непосредственно с молодежью и в сфере молодежной политики еще с 2014 года, с образованием Луганской Народной Республики, Россия всегда была открыта для нас, и наша молодежь, наша студенчица принимала активное участие во всех форумных кампаниях ежегодно. Вот в прошлом году мы свыше 30 направлений за лето, за майские, за летние праздники посетили столько колесо форумов. Мои, каждый из запоминающихся форумов, потому что я могу сказать, что главное, для чего ты туда едешь. То есть я еду набраться опыта и контактами обзавестись, и заключить некие такие, да, не то что договоренности, даже были и на уровне договоренности у нас, да, мы меморандумы подписывали о сотрудничестве, о соглашении в сфере молодежной политики непосредственно между университетами, между молодежными организациями. Это как я еще руковожу профсоюзной организацией студентов Далевского университета. То есть работа идет, и каждый форум, он уникальный, потому что на площадках данного форума собираются уникальные люди, уникальная молодежь, а наша земля богата уникальными людьми. Слушайте, ну это на самом деле так здорово, что вы так много лет вообще в принципе вот в этой вот деятельности, да, где вы вообще берете силы, энергии на все, и главное желание вообще этим всем заниматься. Как вы ресурсы свои пополняете вообще? Знаете, для меня, я не перестаю повторять, вдохновляют меня, опять же, молодежь, они вдохновляют своими поступками, своими какими-то эмоциями, ведь, понятное дело, эмоции не всегда положительные бывают, и какие-то проблемы у нашей молодежи, и, конечно же, они доверяют тебе, они приходят тебе, они делятся с тобой, и мы пытаемся помочь им решить данные проблемы. И вот это же нас и побуждает, это же нас побуждает идти дальше, покорять какие-то новые вершины, какие-то новые проекты запускать с молодежью. Вот, и они, опять же, молодежь, это, ну я не устану повторять, что молодежь самая у нас яркая, самая талантливая, самая креативная. И вот они меня и вдохновляют. По большому счету, вам-то есть чем сравнивать. Вы были во многих точках, скажем так, на карте, и наверняка общались с представителями молодежи, так называемый, да, вот пласт возрастной. И я думаю, что действительно, вот у нас какая-то она, ну скажем, уникальная, не хочется, конечно, себя нахваливать, но тем не менее, мне кажется, что в чём-то у нас есть какая-то особенность такая. Вы знаете, не только это мы замечаем, это замечают как раз и другие субъекты Российской Федерации. Вот хочется поцетировать как раз открытие форума патриотического, и модератором данного форума был известный актёр Игорь Петренко. Вот, и мне посчастливилось задать вопрос спикерам, которые присутствовали, это и герои России были, представители Министерства просвещения. И я задал вопрос как раз по воспитанию патриотическому в плане исторических книг, да, книг по истории, как единый учебник, они говорят, что они занимаются этим вопросом. И вот хочется процитировать Игоря Петренко, он сказал, что, знаете, приятно было это слышать, люди, которые проживают в наших регионах, да, на Донбассе, они очищенные. Это приятно слышать, действительно, мы очищенные, да, и кровью, потом, и мы заслужили быть в составе России, и люди, которые нас окружают, действительно, каждый работает на победу. Каждый работает на победу, и все эти 9 лет, которые продолжались, да, мы доказали, что мы вправе быть в составе Российской Федерации, и у нас есть чему поучиться, и мы готовы открыть, как говорится, как нас приняла Россия, так и мы готовы распространенными объятиями всех принять и поделиться тем опытом, который у нас есть. Ну и, конечно же, не могу вас не поинтересоваться о ваших планах на будущее, возможно, еще есть какие-то форумы, поездки, что-то такое, какие-то активности, в общем-то. Конечно же, есть. Сейчас лето, разгар лета, форумных кампаний очень много, наши студенты подали заявки, ну, и так, может, так сказать, и я, второй тайну. Заявку на форум замечательный в том году был Машук, который в Пятигорске, тоже интересный очень форум, креативный, молодежи очень нравятся данные формат форума, вот, даже и мне понравилось жить в палатках, это не так уж страшно, но это сближает, сближает, там как раз по проектной деятельности, ну, там много всяких площадок, которые там и по креативу, по креативу, вот, Ладога, сейчас тоже есть такой форум замечательный, вот, ну, а у меня, конечно, впереди у нас у всех очень знаменательная дата, это 10 сентября, выборы, мы все готовимся к выборам, активно популяризируем, так как я член партии «Единой России», ну, так, я очень рад этому, действительно, большая команда, большие возможности, большие перспективы, и самое главное, что мы работаем на людей, для людей, во имя людей, во благо людей, это самое главное. А как вообще к вам попасть? Возможно, вот сейчас вот кто-то послушал нашу с вами беседу, ваш информативный монолог, и кто-то тоже загорелся, вот, молодежь та же самая, да, кто-то вот прям очень сильно хочет что-то делать во благо людей, как это вообще возможно реализовать? Наши двери всегда открыты, если касается нашего университета, да, непосредственно, да, молодых людей, приходите, правком студентов всегда открыт, работа ведется, мы, я же говорю, 2-4 на 7, всегда находимся рядом со студентами, на острие всех событий, поэтому приходите. А если людям, которым действительно они безразличны, пожалуйста, приходите, есть региональное отделение партии «Единая Россия», приходите, предлагайте свою помощь, я думаю, руки никогда, лишние руки никогда, всегда, точнее, будут востребованы. Мы сейчас непосредственно активизировали работу с Народным фронтом, тоже наши, на следующей неделе наши ребята будут помогать формировать продуктовые наборы для территорий, вот, опять же, это даже инициатива не наша, это инициатива была ребят, они пришли ко мне и говорят, вот, мы хотим, мы хотим чем-то помочь для фронта. Есть у нас контакты, ребята из Народного фронта, мы с ними списали, созвонились, они нам помогли, недавно нашим сиротам и студентов с инвалидностью, то есть льготной категории, предоставили продуктовые наборы, чтобы небольшая была задержка, да, по стипендиям, по зарплатам, ну, понимаем, переходной период, это все, вот, и нам пошли навстречу, мы сейчас вот выдаем непосредственно эти продукты, продолжаем выдавать продуктовые наборы, то есть мы работаем для людей, опять повторюсь, мы готовы на сотрудничество, мы открыты для всех, поэтому, если вы хотите, поверьте, никто вам никогда не откажет. Ну, и такой, скажем, завершающий вопрос рассуждения. Как вы думаете, вот почему, собственно, у нас такая инициативная молодежь? Вы знаете, многие ребята, которые сейчас являются молодежью, они все-таки застали вот этот вот период, да, 14-го года, они еще застали в школе, да, и в период становления их самих, как и нашего государства, республики, это все проходило у них на глазах, и они непосредственно в этом всем принимали, ну, как бы, участие, да, они это все видели, и у них создавалась, да, оценка данного происхождения, поэтому они и не будут безразличны. Спасибо вам огромное, во-первых, за вашу деятельность. Спасибо. И, конечно же, за то, что вы сегодня пришли к нам на программу и рассказали о своей деятельности. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас был Никита Жарский. Хорошего вам дня и вдохновения вам. Спасибо. Утро Донбасса продолжается. Оставайтесь на Луганске 24.